Всем доброе утро! Всем доброе утро! Hello! Shalom! Бодертов! Доброго ранку! Сафра Тава! Кстати, интересно, что в Тестор Шелкадный Рук написано, что нельзя говорить с утра до молитвы Shalom другому человеку. Shalom это одно из имен Бога. А вот ну, то есть, вначале нужно с Богом пообщаться, помолиться, а потом уже всем говорить Shalom. Теперь, ну, можно говорить Сафра Тава, это было на армейском языке. Доброе утро! Сафра Тава! Доброе утро! Все, дорогие друзья, значит, всем шоу, мы продолжаем изучать Пертеавод. Пертеавод по учению отцов. Это часть устной Торы, которая объясняет, как все работает, каким человек должен быть для того, чтобы быть, для того, чтобы быть человеком. Яков Шататин, сейчас мы проводим эфир с из Одессы. Одесса, родной город. Яков Шататин, он родился здесь, в Одессе. Так что, только что мы помолились в синагодии на улице Еврейская. Есть у них, представляете, в Одессе, наверное, только в Одессе есть такая улица, называется Еврейская. Да. И две синагодии есть. Значит, хорошо. Итак, значит, сегодня у нас вторая мишна. Вторая мишна, это первая глава, вторая мишна. Значит, первая мишна была о передаче устной Торы. Моше получил Тору на горе Сина, передавал, передавал, и передал людям большого собрания. Начался новый этап в жизни еврейского народа, в жизни мира. Новый этап начался 2400 лет назад, когда был построен второй храм. уже из одного вот этого понятно, что жизнь идет этапами. Есть этап, который был до первого храма, потом этап первого храма, потом разрушен первый храм, этап изгнания, 70 лет изгнания, разрушения. Прямо была такая опасность на еврести, народ полного уничтожения, да, это было в Персии. И потом идет как спасение, идет оп, новая возможность. Построен второй храм. Второй храм построен и 420 лет он стоит. И когда он был построен, то люди Большого Собрания, они установили новые правила. Новые правила, как надо сейчас действовать. То есть старые правила в новой ситуации, они не работают. Каждый раз, когда человек или мир входит в новый этап, на этом новом этапе нужно, чтобы мудрецы установили правила, как коммуницировать, как взаимодействовать, что надо делать. И вот люди Большого Собрания, они установили тогда три главных правила, они сказали авуми, тунимбадин, будьте медлительны в суде. То есть не судите быстро. Когда у тебя нет пророчества, ты не можешь быстро определять, что есть, что правильно, что неправильно. То есть тебе может просто показаться какая-то вещь, и ты сразу оп, судишь, рубишь с плеча. Значит, по-простому, то, что они сказали, это семь раз отмерь, один раз отрежь. Второе, что они сказали, веамиду, талмидимарбе, для того, чтобы Тора сохранялась, то нужно, чтобы передавали Тору многим ученикам. И третье, они сказали, веасуси, ягли, Тора, и установите ограду для закона. То есть Тора, заповеди, это очень, очень, с одной стороны, простая вещь, с другой стороны, непонятная. Вот Эдуард Долинский нас смотрит, интересно. Значит, Бог нам дал заповеди, для того, чтобы, выполняя эти заповеди, мы входили в состояние, в котором он может с нами коммуницировать. То есть без того, чтобы выполнять заповеди, нет соединения с Богом. Недостаточно быть просто человеком и смотреть телевизор, читать фейсбук, там и так далее. То есть для того, чтобы создать у себя в восприятии инструмент соединения с Богом, нужно обязательно выполнять заповеди. Поэтому мы говорим, когда перед любой заповедью, мы говорим о Шерти Душану, который нас осветил, выделил своими заповедями, в Этси Вану, там сделать такую-то заповедь. Но это мы себя этими заповедями вводим в состояние, в которое Бог может нам передавать свой божественный свет. Добро, свет, ну и так далее. Теперь, значит, вот мудрецы нам сказали эти три вещи большого собрания. Теперь вторая Мишна. Сегодня мы изучаем вторую Мишну. Ее сказал Шимон Ацедик. Шимон Ацедик, начинается Мишна, а я, Миша Арейкнес, тогда, он был последний из людей большого собрания. когда вернули, когда вернулись из Вавилона в Израиль, вернулись 42 тысячи в начале самых таких пионеров, мудрецов, которые самоотверженные люди, они вернулись обратно в Израиль из цветущего Вавилона, они начали храмовую службу, и первый храмовый священник, это был Шимон Ацедик. Он был Цедик, то есть он от первого до последнего движения, он был полностью посвящал себя Богу. И он, когда уже поумирали все остальные люди большого собрания, он продолжал жить, я не помню, или 40, или 80 лет, он был первосвященником во втором храме, по-моему, 40. И, значит, он сказал три вещи. Кстати, про него есть очень интересный факт, один из моих любимых фактов о еврейской истории. Значит, Талмуд рассказывает, что Шимон Ацедик, когда как раз был второй храм, 2300 лет назад, 2300 лет назад, Александр Матидонский вышел в свой завоевательный поход по миру. Он решил захватить мир. То есть у каждого свои цели, и появился такой человек, в Талмуде он называется Александр Мукдон. Мукдон, это более четко характеризует его сущность, потому что он не Александр Великий, он Александр Мукдон, который хотел вырезать все народы вокруг, захватить их, и поработить их, и все у них забрать, и так далее. Такой был грабитель Мукдон, убийца миллионов, не миллионов, на то время тысяч, наверное десятков, тысяч людей. Жестоко, лично сам он убивал, поэтому сложно сказать, что он такой большой герой. Но вот этот Александр Мукдон, во главе армии головорезов, причем мало того, что они были эти древние грети, спартанцы, все эти головорезы, они еще своих детей сбрасывали в пропасть, если дети были больные, и друг с другом еще жили. то есть, эти были очень моральные люди, добрые и хорошие. И вот этот Александр Мукдон подступил уже к Израилю, и решил завоевать тоже Израиль, тоже. И рассказывает Талмуд, что Шимон Ацади, который был первосвященником, он в это время, как бы, ему доложили, все идет, Александр Мукдон с армией головорезов, и значит, что нам делать? Он говорит, вы знаете, в этой ситуации, в этой ситуации самым правильным будет сдаться, то есть, мы не будем с ними воевать, потому что они нас вырежут. И он собрал священников, он собрал священников, и значит, собрал он священников, и они одели свои вот эти вот одежды такие, он сам оделся в одежду первосвященника, тут камни драгоценные, он весь сияющий такой, взяли факелы, и из Иерусалима от храма они спускаются навстречу армии Александра Мукдона. И вот представьте, рассвет, идет вот эта вот специальная группа такая священников с факелами, сияющий такой Шимона Цадик спереди, да, такой с белой бородой, все. И значит, Александр Мукдон видит всю эту профиль, ну, это все, как бы спускается с горы на него, вот эта вся сияющая такая процессия, и он слазит с коня, и значит, кланяется Шимону Цадику. Я вот когда эту историю рассказывал, я как-то рассказывал еврейским студентам, я говорю, вот мы как раз потом Тишимона Цадика, мы помним, как его звали, мы помним, как он разговаривал, а вы когда-нибудь про него слышали, вот есть же устная тора, она передается, еврейские студенты говорят, мы про него никогда не слышали, мы не слышали, это замечательный момент еврейской истории, когда Александр Мукдон поклонился ему, а на вопрос своих полководцев, почему, почему он кланяется к какому-то еврейскому дедушке, он сказал, вы знаете, говорит, его образ приходил ко мне в самые важные моменты моей жизни, и во время войн приходил ко мне, и во снах ко мне приходил, именно он мне предсказывал все мои победы, там, и так далее, то есть, вот этот образ такого вот с великого царика, да, это образ, божественный образ такой, да, он, значит, ему приходил, я говорю, так, а вы слышали эту историю? Евреевские студенты говорят, не, никогда не слышали вообще, что был такой же моноцадик, я говорю, ну как, я говорю, вот устная Тора, передается во всех поколениях, вот эта вторая Мишна в Перте, вот, они говорят, не, не слышали, я говорю, а скажите, пожалуйста, вот вы же, ну, как бы культурные люди, они говорят, да, я говорю, а как звали коня Александра Матидонского, вы знаете? Они говорят, не, ну, коня Александра Матидонского мы знаем, Конь Александра Матидонского это важно, конь Александра Матидонского это Буцефал его звали, они говорят, а самые умные из них говорят, что Буцефал этот конь Александра Матидонского, это единственный конь в мире, в честь которого назвали город, представляете? То есть коня Александра Матидонского увековечили, а великого цадика, праведника, который Шимона Цадик, знаете дальше чем закончилось? Очень интересно, Шимона Цадик, значит, сказал Александру Матидонскому, у тебя сейчас тебе прет, значит, тебе Бог дал возможность завоевать весь мир, значит, все, давай вперед, то есть мы не будем тебе сопротивляться, все, давай без жертв, чтобы никого не убивали, никого не это, мы сдались, все, деньги нужны, вот пожалуйста, главное, никого не трогаем, никого не грабим, ничего. Мы твои как бы, ну, как вассалы называются, будем платить. Александр Матидонский говорит, конечно, конечно, никого не тронем, все, Иудея, провинция Гренция, мы лучше пойдем с детьми-персами воевать, у него вроде были перцы, с детьми-индусами пойдем воевать, с детьми, там, со всеми с детьми мы будем воевать, а с вами не будем воевать. Но, говорит он, покажи мне храм. Шимона Цадик заводит его в храм, доходят они до места определенного. Шимона Цадик говорит, вы знаете, уважаемый царь, дальше не евреям нельзя. До сюда могут доходить не евреи, дальше идут евреи, народ священников, дальше обычные евреи останавливаются, не могут идти дальше, дальше идут только, внутри у евреев есть колено, потом теорона, есть священники, дальше могут, не, вначале есть левиты, колено левитов, могут дальше еще чуть-чуть идти левиты. Дальше левиты останавливаются, могут идти коины, священники, которые, они очень в чистоте, в такой, да, они должны, но особо у них законно, как они сохраняют свою чистоту. И, значит, пять минут, пять минут еще, хорошо, пять минут. Да, значит, и здесь есть вот эти вот, дальше идут только священники, дальше священники останавливаются, может идти только первый священник. И после того, как первосвященник доходит до определенного места, святая святых, дальше первосвященник может, только он может туда заходить, и только раз в году в Йом-Кипур. То есть, это целая такая система, объяснил ему, объяснил ему Шимона цадик. Александр Матидонский говорит, послушай, говорит, дедушка, то есть, ты, ты такой цадик, все, ты первосвященник, но я царь Александр Матидонский. И хорошо, как меня, меня никто остановить не может, весь мир мой, я тебя уважаю, я уважаю там вашего Бога, но я, как это так вообще? Шимона цадик говорит, смотри, есть вещи, которые не я установил, и есть вещи, которые не меняются. Тогда Александр Матидонский говорит, ладно, я не пойду, поставь там мою статую, поставь мою статую, пускай, если там Бог, божественное присутствие, пускай, я хочу в виде статуи с ним общаться. Шимон цадик говорит, нет, мы не устанавливаем правила, у нас есть правила, в которых мы живем. И тогда сказал ему Шимон цадик, Александру Матидонскому, говорит, уважаемый царь, давайте сделаем так, мы всех мальчиков, чтобы доказать, что мы вас уважаем, мы всех мальчиков в течение этого года, которые будут рождаться, назовем вашим именем. У нас все евреские дети будут Александры. И с тех пор Александр стал еврейским именем, в тот год всех мальчиков назвали Александрами, потом это имя Александр стало очень еврейским именем, есть сейчас очень много евреев, и в Талмуде упоминается, и так далее, с греческим именем Александр. Вот так они договорились, всегда можно договориться. И сказал Шимон цадик, он сказал следующую вещь, на трех вещах стоит мир. Давайте сейчас все, переходим к тому, что он хотел передать в историю. Передать в историю. Он сказал так, первое, на трех вещах стоит мир. На Торе. Тора это божественное знание, которое Бог создал вначале Тору, потом по ней он создал весь мир, потом Тору передал Маше Рабейну, и дальше Тора идет из поколения в поколение. Тора это знание о мире, знание о Боге, знание как все работает. Первая вещь, он сказал, на трех вещах стоит мир. То есть ради этих вещей мир был создан. Ради этих вещей мир был создан, ради этих вещей мир существует. Второе. Второе, он сказал, мир стоит на авуде, на служении. Служение это служение Богу. То есть авуда, вначале в храме было служение, это были жертвоприношения. Абсолютно непонятно. Почему? А? Выйти. Хорошо, нам нужно сейчас перейти тут в этом месте, нельзя проводить урок. Давайте мы сейчас выйдем, перейдем в другое место. Все. Переходим в другое место. Это я сейчас просто по делам в Одессе. А тут в Одессе так. Тут можно урок проводить, тут нельзя. Все, мы выходим спокойненько в другое место. Да, извините, мы не знали, что здесь нельзя. Все. Значит, мы выходим в другое место. И сейчас урок проведем здесь. Вот здесь чуть-чуть осталось нам. Значит, на трех вещах стоит мир. На торе. На торе. Да? Мир стоит на торе. То есть на знании. Вот я, например, не знал, что там нельзя проводить урок. Я не знал. То есть есть везде свои правила. И когда ты эти правила нарушаешь, то что-то не работает. И тора – это правило, как работает весь мир. То есть тора – это некое правило, как устроена вся система. Если ты не знаешь, то ты можешь невольно тут нарушил, там нарушил, здесь нарушил, тут нарушил. И когда ты нарушаешь, потом ты получаешь отдачу. И ты можешь опять, если ты не знаешь, что эта отдача, которая тебе неприятна, она от Бога, то ты тут же опять нарушаешь правила, вместо того, чтобы поблагодарить Бога, обрадоваться и так далее, то тогда, то тогда, значит, то есть тора – это знание о том, как работает мир и как в нем надо жить от Бога. Второе. Второе, а вот да. Значит, Бог сказал, что надо приносить жертвы. Зачем Богу жертвы? Бог добрый, Бог любит, Бог кто? Он сказал, надо убивать животных, их резать, сжигать. То сегодня такое убивай животное, завтра такое, послезавтра такое, здесь, там. Непонятно. Но мы видим, что человеческий разум, он не может охватить божественный разум. Мы видим, что человеческий разум, он не может охватить божественный разум. Мы не можем понять, почему. Мы только можем понять, что так мир работает, что по-любому все смертно. Животные смертные и люди смертные. И все в этом мире, эта энергия, которая появляется, приходит в какую-то форму. В этой форме она какое-то время существует и потом переходит в другую форму. То есть есть энергия, потом эта энергия переходит в какую-то форму, а потом эта форма переходит обратно в энергию. И жертвоприношение, ты это видишь своими глазами. Было вот этот барашек, вот он, вот он этот. Откуда он взялся, барашек? Его же не было. А барашек взялся от того, что большой барашек кушал траву. Кушал траву, а трава откуда взялась? Из воды, из света. То есть вот эта вода и свет перешли в барашка, маму. Потом барашек мама, из нее вылез барашек ребенок. Потом этот барашек ребенок, его взяли, ему перерезали горло, его полностью сожгли, например. И он ушел на небо в виде огня. То есть очень-очень все в этом мире, это переход из одной формы в другую. Все это вместе целое. Но вопрос в том, вопрос в том, какое твое намерение? Если этот мир создал Бог, то его намерение, чтобы люди в этом мире, они шли к Богу, то есть служили Богу. Если нет этого намерения, тогда все впустую. Если человек тратит свою жизнь на что-то другое, то у него нету, как сказать, все в этом мире существует для чего-то и занимает свое место. Такой человек, который не думает про Бога и не думает о своей душе, не думает о духовной составляющей своего мира, не выполняет заповеди, то в этот момент он не выполняет свой функционал. Он не для этого был в мире создан. И когда человек, а особенно если это еврей, который народ священников, народ святой, то есть он выделен как народ, который должен полностью себя всего посвятить для служения Богу. И если еврей перестает выполнять этот свой функционал, тогда нет смысла во всем, то есть нету смысла, незачем жить. И тогда, значит, не выполняется вторая основа. Значит, три основы сказал Шимон Асадик. Первая. Первая основа. На трех вещах стоит мир, то есть мир существует для трех вещей. Первая для Торы, вторая для служения, а вот да, когда храм разрушен, храм это был ретранслятор, когда храм разрушен, то в этот момент заменилось вот это вот жертвоприношение молитвой. Когда человек молится, в этот момент он выполняет, это называется, служение Богу. То есть ты благодаришь Бога, и ты Бога просишь, ты благодаришь, и ты Бога просишь. Так вот, а вот да, то, что было служение в храме сейчас, а вот да, это мы заменили вот этих вот животных своими устами. То есть когда мы просим Бога, благодарим Бога, молимся, читаем псалмы, мы выполняем то, ради чего это вторая основа мира. И третья основа мира, сказал Шимон Ацадик, это Гмелут Хасадим, добрые дела. Гмелут Хасадим это основа взаимоотношений между людьми. То есть если все будут как Александр Матидонский, что будет с миром? Мира не будет. Александр Матидонский умер, не оставил детей, умер в молодом возрасте, поубивал десятки сотни тысяч людей, положил своих солдатам десятки сотни тысяч и все. Все, если все будут как Александр Матидонский, что будет с миром? Мира не будет, все друг друга перережут. Отношения между людьми возможны только на добрых делах, только когда люди хотят друг другу делать добро. Добро словами, добро делами, добро какими-то своими еще особыми, ну вот добро, то есть делать добро, тогда люди существуют. Почему делать добро? Помнить, что кто тебе дал жизнь, помнить о Боди и о своей душе. А как это все работает? Тора. То есть нужно знать, как работает, потому что если ты не знаешь правила, то ты можешь даже с хорошими намерениями эти правила нарушить. Все, дорогие друзья, ничего добавить я не могу, как раз даже выводы делать тяжело после перте вот, потому что все перте вот это выводы. Но тем не менее, для того, чтобы что-то у каждого осталось, нужно сделать свой личный вывод. То есть вы что-то услышали, это Тора, мы сейчас изучаем Тору, она зашла в вас, вы внутри, это как семена, вы можете эти семена сейчас взять и полить своим вниманием, подумав, задав вопрос, что я понял, какие выводы я могу сделать, что я хочу запомнить и что я хочу дальше применять. И когда вы сформируете вот эти вот свои семена, дальше для того, чтобы их поливать, поливка это внимание, внимание это с тем-то поделиться, с тем-то обсудить. И главное сразу сделать. Тора, служение Богу и добрые дела, три основы мира, сказал нам Шимон Ацадик. Чуть-чуть поучили Тору, запомнили. Дальше молитва, помолились, попросили за что-то Бога и поблагодарили его. Молитва обязательно, благодарность и просьба. И третье, доброе дело, сказали кому-то хорошо, сделали кому-то хорошо, что-то помогли. Вот у меня дочка прекрасная. Значит, добрые дела, значит, я начну добрые дела с нее, какая у меня дочка хорошая, молодец, умничка. Все, друзья, удачи, успехов, всем хорошего, прекрасного дня. Все, спасибо большое, до завтра.